Я начну свою лекцию с того, с чего я как обычно ее начинаю, а именно с того, что прогресс, как это ни странно, она всегда сопровождается развитием новых технологий и возникновением совершенно новых технических возможностей. В связи с этим в последних десятилетиях в современной культуре и искусстве возникает такое направление, которое теоретики обозначили как «блич-арт» или «эстетика ошибки». Сегодня, благодаря тотальной компьютеризации, данное направление довольно широко распространено, имеет очень много последователей, исследователей и приверженцев данного направления. Стоит сразу сказать о том, что само понятие «глич» в современном английском языке означает и переводится как «сбой», «ошибка», «проблема», «затруднение» или «глюк». Однако само слово происходит от немецкого слова «гличен» – «скользить», «ускользать». Термин был изобретен астрономом Джоном Глоном, который с помощью данного термина описал ошибки в электрическом напряжении в своей книге «На орбите», которая была издана в 1962 году. С этого момента термин «глич» стали довольно широко использовать для описания всевозможных отклонений в технических системах электроники. Однако в визуальном поле данное направление начнет активно развиваться только с конца 90-х к началу 2000-х годов. Сама понятия «глич-арт» вел художник Энн Скотт в 2001 году для описания своих, собственно, произведений. Основными теоретиками, на которых я опиралась в процессе изучения в данном направлении, являются Айман Маради и его диссертация 2004 года «Глич-эстетика», очень интересная книга Розы Мэнкман, которая называется «Глич-импульс», книга Питера Краппа, которая называется «Шумовые каналы». Ну и также довольно большое количество разнообразных статей. Особенно мне бы хотелось отметить Курта Клунгера, Тима Баркера и наших соотечественников, Ольгу Гуренову и Алексею Шульгина, которые написали для одного английского журнала статью, которая под названием «Глич». Для всех вышеперечисленных авторов является то, что общим для всех для них является то, что все они в той или иной мере согласны с тем, что основной задачей статики ошибки является создание, выявление, захватывание ошибок, сбоев, помех, получившегося в результате случайности, неправильного использования, намеренного злоупотребления или экспериментирования с аппаратным и программным обеспечением. Важно понимать, что машина, изначально сутью которой является точность, продемонстрировала в сфере аудиальности и визуальности значительную роль ошибки с боосистемой или данных, формирования и развития человечества в целом. В век цифровых технологий, когда медиа распространены повсюду, их главными задачами являются надежность передачи информации, прозрачность в использовании и высокое разрешение фото- и видеоизображений. И таким образом намеренность о том, что человек сталкивается с запрещением вообще любой ошибки в системе. У него такое жесткое условие безошибочности систем и привлекло художников, для которых ошибка стала тем самым инструментом, с помощью которого они могут не только осмыслять, но и критиковать бесконечное стремление к перфектизации, которое, строго говоря, недостижимо в какой-то степени. Художники, для которых сегодня работают с программным обеспечением или с простыми и сложными аналоговыми и цифровыми устройствами, они увидели в ошибках и неисправностях определенный потенциал не только для искусства и новой эстетики, но и для критической оценки общества с его постоянным стремлением к совершенствованию техники, а также мощных властных корпораций, которые создают и порой несовместимые разрешения и устанавливают жесткие рамки использования тех или иных программ и устройств. Художники, работающие в направлении эстетики ошибки, намеренно выбирают этот путь, когда ошибка становится формообразующей стратегией для их искусства, чтобы доказать и продемонстрировать, что машины способны на высказывание, сопротивляться навязанным жестким структурам, алгоритмам и программам, которые стремятся держать их все время в состоянии нормы. С помощью ошибки художники критикуют закрытые системы не только в технологиях, но и в обществе в целом. На сегодняшний день эстетика ошибки или глич-арт существует как одна из новых и важных форм новых медиа и включают в себя всевозможные фотографии, кадры из кино, скриншоты, видео и так далее. Посредством технологических ошибок художники данного направления оживляют или, как они это называют, реанимируют испорченные изображения. И несмотря на разрыв формы или структуры изначального изображения, они видят там по-прежнему интерпретационный потенциал, так как всегда в любом испорченном изображении остается определенное количество остатков, осколков изначального изображения, тем самым вынуждая зрителей искать знакомые контуры и подключать фантазию. Выразительность и интерпретация в гличе довольно часто становятся символичными, выставляя на показ противоречия между заданной целью и непредсказуемостью. Искажение и разрушение исходной информации неогоничны только распознанием узнаваемых визуальных форм. Довольно часто изначальным источником высказывания становится сама природа разрушения, которая подключает и эмоциональный аспект восприятия. Таким образом, искажения позволяют художнику опогатить сообщения, а не наоборот, за счет появления символических элементов, которые, как правило, при всей их обрывочности продолжают сохранять потенциал для считывания. За счет этого ошибочные и искаженные изображения дают возможность создавать активный диалог между художником и зрителем. Следующее, о чем бы я хотела сказать, это о том, что, как ни странно, ошибка — это довольно распространенная проблема во многих аспектах нашей жизни, но чаще всего, конечно, мы с ней сталкиваемся именно в процессе взаимодействия с машиной, любой. Каждый человек сегодня в процессе использования цифровых электронных устройств, в том числе компьютера, рано или поздно сталкивается с ошибками. В век цифровых технологий и бесконечного множества различных постоянно размывающихся приложений для компьютеров и аналоговых машин человек регулярно сталкивается с проблемой несовместимостью программ, когда тот или иной документ прочитывается или считывается некорректно. Но так как любой документ сегодня в технологическом отношении является простым набором битов, то количество потенциальных возможностей для ошибки увеличивается во много раз. Связано это в первую очередь с тем, что корпорации, разрабатывающие различные формы для аналоговых и цифровых машин, создают системы и жесткие рамки для их использования, о чем я уже говорила выше. И каждый пользователь, вот данный слайд как раз это демонстрирует, каждый пользователь знает, что невозможно корректно открыть изображение в любом текстовом редакторе. Вот, например, я буквально там вчера, да, открыла изображение Джона Глэна в текстовом редакторе TextEdit, вот, и что с ним случилось? Вы видите прекрасно, он его располовинил, немножко убрал цветность. Ну, и вообще, мне кажется, так даже интереснее. Именно на этом же аспекте и сфокусированы такие работы Дуэра Джоди. Это два художника, которые, Джона Химскерк и Дирк Пайсман, которые выступают под псевдонимом Джоди. Вот они активно очень работают в полной статике ошибки. Вот, кстати, вот еще тоже хорошо видно, это гифка, да, то есть как можно преобразовывать фотографию за счет работы в текстовых редакторах, которые этого не предусматривают. У данного Дуэда есть, ну, такая одна из первых работ, расположенных в сети, которая называется 404.jody.org. Она до сих пор функционирует, в отличие от многих других уже не работающих сайтов, посвященных, например, эстетике ошибки. То есть эти художники как-то продолжают, они что-то добавляют, что-то убирают, но вообще-то довольно забавная такая история, потому что их основной целью является умышленное наталкивание пользователя на ошибки в сети. Тем самым художники напоминают пользователя, что в процессе обработки данных любая машина проходит бесчисленное количество, прообродирует свою массу каких-то вычислительных операций, пропуская через себя огромные потоки данных, внутри полей которых, собственно, располагаются эти ошибки. И при определенном сложившихся обстоятельствах они могут выходить на поверхность или реализовываться. Об этом же их работа, блок-тайтлс 2006 года, они пытаются создать некий сломанный блок, тем самым используя какие-то шаблонные форматы любого веб-сервиса, там они используют какие-то заголовки постов, названия блогов, но все это в таком каком-то представленном разрушенном состоянии. Таким образом, художники пытаются разрушить и критикуют бесконечное улучшение социальных блогов вообще. То есть им не нравится, что в отформатированных инфекциональных блогах есть такая, условно говоря, позиция, как неположенная информация блокируется или фильтруется. Я думаю, что вы все очень часто сталкиваемся с этим в Фейсбуке, когда мне дают постить стилейные фотографии, только потому что, потому что. Теперь мне бы хотелось вам рассказать о каких-то разных позициях и пониманиях слова «блич». Начну я с Саймона Мородита, как он первый, собственно, теоретик, который озаботился данным феноменом. Он говорит о том, что «блич» — это, конечно, прежде всего, в теоретическом и научном, не связанном с искусством поле, это ошибка, которая предполагает неожиданный результат и связанная всегда с неисправностью. Роза Ментман описывает «блич» как разрыв, разрыв ожидаемого конвенционального потока информации или значения, которые приводят к воспринимаемой аварии или ошибке. Также она говорит о том, что «блич» — происходит в случае, когда есть отсутствие технической возможности, понимаемой в техническом и социальном смысле. Но более интересное, на мой взгляд, понимание «блич» все-таки воспроизвел и создал Курт Коннинге в своей статье. Он об этом говорит так, что он понимает «блич» как эффективное событие, сгенерированное машинами медиа, работающими в режиме реального времени, как событие, которое создает артефакт, расширяющий и модулирующий любой сигнал или содержание, направленное через машину. Я немножко задержусь на этой статье, потому что она интересна тем, что Клумингер применяет ошибки, разработанные Михаилом Бахтиным, понятие высказывания. То есть Клумингер приравнивает аффективное событие к эмоциональному высказыванию, говорящему в процессе сиричевого акта. И применяя утверждение Бахтина, который вы можете здесь видеть, о том, что высказывание является проблемным узлом в процессе реализации языка, применяя это касательские ошибки, Клумингер заявляет, по сути, что глич — это всего лишь окрашенное или эмоциональное высказывание машины. Бахтина определяет, или, точнее говоря, наделяет высказывания определенными свойствами, такими как четкие границы, специфическая завершенность, как бы отрывочная или бессмысленная это высказывание и не было, и экспрессивная интонация, которая зависит от выбранного речевого жанра, которая и определяет, собственно, предметно-словое содержание высказываний, в то время как обычные слова или предложения нейтральны по своей природе. Следовательно, Клумингер справедливо утверждает, что по аналогии с языком, который наделяется эмоциональными окрасками в процессе говорения и зависит от концепциальных аффектов, программное обеспечение и любые софтовые программы также являются языком и текстом, и, следовательно, содержит в себе потенциал высказывания, где каждая часть медиа ждет своего вынесения в реальное время, когда медиа может выговориться в уникальном, особен, никогда не повторяющемся пространственно-временном пережитом контексте. Делая акцент на эмоциональном аспекте, Клумингер вслед за Бахтиным утверждает, что именно данная грань и определяет предметно-словое содержание. Таким образом, проведя анализ эссе Бахтина, Клумингер говорит о том, что сгличенный язык в широком смысле этого слова это очень сильно окрашенное высказывание или, как он метафорически выражается, сильный порыв ветра. Особенно это заметно на цифровых машинах, так как они склонны к резким и довольно радикальным сбоям. Клумингер разделяет цифровой аналоговый глич и говорит о том, что аналоговые гличи более последовательные, связаны это прежде всего с характером самого сигнала, в то время как цифровые искажения всегда неожиданны, так как компьютер в данном случае является неким ускорителем этих процессов и связано это в первую очередь с тем, что экран компьютера обновляется от 60 до 80 раз в секунду. Проблемы с цифровыми гличами заключаются в том, что они, как правило, очень кратковременные, и их очень сложно зафиксировать. То есть если у вас нет желания это зафиксировать, то успеть это сделать довольно сложно. То есть если у вас не подключены какие-то определенные инструменты для выхватывания, то есть на экране компьютера, конечно, сделать гораздо проще. Мы знаем определенный набор клавиш, когда просто происходит скриншот, потом это можно как-то обрезать и брать не все, что, условно говоря, из чего состоит скриншот, а только ту часть, которая загличила. И, собственно, он приводит такой удивительный для меня пример аналогового глича. Это ковровый лист из Евангелия из Думы до 1680 года. Он говорит о том, что это один из вариантов медленного растянутого времени аналогового глича. Но на примере этого листа он также говорит о том, что основной особенностью, отличительной особенностью глича является именно то, что искажая изначальную оригинальную информацию, всегда оставляет остаток семиотического смысла языковую структуру и не бывает чистым повреждением, так как в процессе сбоя всегда остается неповрежденный элемент языка, что хорошо видно в описанном листе. То есть орнамент, при том, что пигменты разъедают отдельные куски, он все равно остается в рамках никого оригинального орнамента. Например, это же можно сказать о цифровой гличах. Например, вот работа Кес Султон Армени. Мы отчетливо видим, что тут изображено в таком легком искаженном состоянии. Однако в своей статье Клонингер говорит о еще более важном, на мой взгляд, аспекте, именно о том, что у шума нет однозначного культурного определения, так как шумом может являться или оказаться все то, что мы сами называем шумом. Питер Краб в своей книге «Шумовые каналы» подтверждает данную позицию, говоря о том, что сигналы шум не имеют структурной разницы, так как их природа одна. Но проблема в том, что в цифровых технологиях работа сводится к эффективному управлению, и поэтому любая неудача не поддается вычислению и причисляется к ошибке автоматически. Клонингер применяет идею Мишеля Кфуко о безумии к теории сигнала и шума и говорит о том, что каждое социальное сообщество может определять с шумом все, что не вписывается в их понимание сигнала. Вот здесь вы видите его цитату. И такое понимание оппозиции сигнала и шум в действительности имеет и политическую окраску, так как за счет постоянного ограждения человека от ошибок и шумов, например, в электронных устройствах, пользователь получает ограниченное число заданных опций и не имеет возможности оценить, что для него является сигналом, а что шумом. Таким образом, ценностная позиция шума в социуме имеет не только негативное значение, но и позитивное, критическое. Шум, сбой или помеха всегда являются неким пугающим событием для пользователя и связано это в первую очередь с потерей контроля. Однако, как нам известно, любое отклонение приводит к разнообразию изменению и решению мира, о чем говорил еще древний философ Титлоколосикар и что он обозначил как клиномен. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ошибка по существу является отклонением и есть, что вот это вот само отклонение и есть вот потенциал, который позволяет нам сделать попытку осмысления гличи с философской эстетической точки зрения. Теперь я хотела бы перейти к тому, собственно, как виды и типы гличи разделяются. Вообще разделяются ли они, насколько это необходимо или правомерно. В глич-арте процесс выявления избоев и ошибок принято разделять на два основных направления. В одном случае художники обнаруживают и захватывают ошибку в процессе взаимодействия с машиной, тем самым орамливая непреднамеренную случайность в другом. Это намеренное внедрение и создание определенных условий по созданию ошибки в цифровых или аналоговых машинах. Здесь стоит остановиться и сказать о том, что Айман Марадиба первым теоретикам, который разделил глич на два типа. Он выделил так называемый чистый глич или глич-подобие. В дальнейшем практически все исследователи данного феномена обращаются к его разделению внутри этой эстетики и кто-то с ним соглашается, кто-то переименовывает. Например, Курт Кунингер называет чистые гличи дикими гличами, а Роза Мэнкман говорит о том, что глич-подобие это такие как бы прирученные гличи, да, обмечненные. То, что, по сути, собственно, является одним и темным. Вот. Ну и сейчас мы обозначим так коротко, что такое есть чистые и дикие гличи. Это некий непреднамеренный, случайный, найденный, присвоенный и реальный сбой, а не созданный искусственным образом. В свою очередь, глич-подобие или одомашненные гличи это запланированные, преднамеренные, предумышленные, искусственные ошибки, которые напоминают характерные особенности чистых гличей. Подобное жесткое разделение внутри эстетики, в первую очередь, я так думаю, связано с тем, что Мороди был первым вообще, кто осмыслял этот феномен. И так как он к глич-подобию относит такие художественные направления, как кубизм, поэнтилизм, это позволяет ему говорить о том, что данное направление в искусстве XX века является предтечей эстетизации аналоговых и цифровых гличей. Вот я, например, могу вам сейчас показать, что такое чистый глич. это просто телевизор. То есть некая просто обычный домашний плазменный телевизор в процессе своего функционирования вдруг начинает подавать такую разрушенную картинку. Это, собственно, происходит именно из-за того, что поток данных, то есть есть какие-то перебои то ли с электроснабжением, то ли с самим передачей сигнала, то есть когда машина, а именно телевизор, не успевает обрабатывать информацию, тем самым вот так вот немножко глич-подобие, я могу привести пример вот Йенса Хесса, и здесь, собственно, два слова, это холст масла. Вот, поэтому это естественно глич-подобие, потому что просто человек берет некие, создает некие полотна по образцу и подобию неких загличенных изображений. Вот, например, тоже можно отнести глич-подобие, это художник Ансес Силь, который работает в так называемом малоизвестном жанре слит-скан. Основная тема художника является исследование временного континуума и как каково место человека в этом временном континууме. Он использует какую-то особенную панорамную фотокамеру в определенном режиме, когда одна часть какого-то там изображения отображается довольно длительный период времени, и для того, чтобы быть зафиксировано, объекту необходимо все время быть в движении. Но очень важным аспектом его творчества, я читала с ним какую-то статью, он говорит о том, что это не его видение человека во временном континууме, а это видение его машины. то есть его фотоаппарата, то есть это не его желание условно говоря исказить человеческое женское тело, а так его видит машина. Он просто немножко ей помог, условно говоря, выставил какую-то определенную функцию, чтобы это могло происходить. И действительно, пристально изучая искусство XX века, мы можем говорить о том, что вообще главным лейтмотивом после этого века выступает отход от нормы. В пример можно привести множественную с точки зрения в кубизме, визуализацию скорости, хаотичную графику в футуризме, продолжение этих опытов уже в 80-е, декларативный отказ от логики и приглашения шума, концепцию дудаистов, нарочитое искажение фигуративных изображений у сюрреалистов, умышленное внесение ошибок в работах Раушенберга или Энди Уорхола, начиная с внедрения медиа в искусство, работы с физическими помехами, как это делает всем известный нам Джон Пайк, а также всевозможные эксперименты с зернистостью, пленки, царапины, брызги, кислоты, аналоговые фотографии и кинематографии. Вот я вам покажу работу одну 1937 года, которая называется «Colorbox». Лена Ли. То есть это работа построена на том, что просто пленку разукрасили, поцарапали и потом на очень-очень высокой скорости создали такой очень быстрый монтаж. В принципе, это очень похоже на любые помехи, особенно в телевизорах цифровых, потому что цифровые телевизоры определенным образом дают искажения, а такие на лучевые телевизоры, когда помехи были еще более гибкими и пластичными, в отличие от сегодняшних цифровых машин, которые дают пиксельные, как правило, искажения. Я думаю, что все понятно. И таким образом мы можем говорить о том, что вообще шум в искусстве не является, и в истории искусства не является действительно чем-то новым. То, что нас как-то должны очень сильно удивлять, потому что в действительности меняются только сами технологии создания произведений в первую очередь. То есть, если раньше люди искажали полотна, искажали и сами полотна, и изображения на этих полотнах с помощью традиционного масла и холста, то сегодня, когда мы живем в век цифры, это, естественно, все происходит с помощью каких-то софтовых, то есть, все эти искажения и ошибки может, конечно, провоцировать человек, но они все равно происходят рано или поздно в самой системе, так или иначе. Таким образом, мы можем говорить о том, что художники сегодня точно так же, как и их предшественники, видят выход на территорию свободы через отказ от логоцентричности, дистанцироваясь от образной системы, внося спонтанность, случайность и рациональность своей работы, отдаваясь внутренней художественной логике самой машине, сражаясь с различными способами против существующих конвенциональных медиаформ и способов их функционирования. Например, такой художник, как Саббата Висконти, он, например, в корне не согласен с утверждением Маради, он говорит о том, что создание гличи может быть таким же трудоемким, как и любое другое произведение искусства. И это не значит, что все художники, которые работают в этом направлении, выставляют всегда какие-то случайные, неожиданные искажения, пойманные за секунду, которые они превращают в произведение искусства. Другая позиция совершенно у Розы Мэнкман, которая справедливо считает, что вообще такое жесткое разделение и противопоставление чистого глича и гличподобия не является продуктивным, и она проводит раздел между присвоением глича и его производством. Соответственно, она считает более продуктивным дискуссию вокруг провокации ошибки в системе или ее ожидания. Сейчас мы рассмотрим такие основные и самые характерные процессы, при которых может возникать ошибки. Это в первую очередь конечно сжатие и компрессия любых цифровых и аналоговых видеортефактов, так как нам всем известно, что при сжатии файла появляется некий контейнер, который содержит в себе только некую мета-информацию о том, что там. И если вам необходимо просмотреть то ли иную сжатую информацию, если на вашем компьютере условно говоря не стоит кодера, который может считать эту мету-информацию, открыть корректно изображение или там что-то видео невозможно. То есть это довольно сложно. Формы сжатия правда делятся на два вида, то есть формы сжатия без потери и с потерями. но как нам известно предпочтение отдаются конечно формам сжатия с потерями и связаны это конечно первую очередь с тем, что они легче намного, но тем самым они производят гораздо больше потенциала произвести какую-то или иную ошибку в любом случае. Вторым таким условием является результат несовместимости программного обеспечения или неправильного ввода данных из одной среды в другую. И такой самый распространенный и использовавшийся еще в середине 20 века вид побеги это фидбэк с которым собственно работал Джон Пайк. Также я бы хотела отметить и сказать о специфических и характерных визуальных гличах это как правило какая-то некая фрагментация или линейность повторяемость сложности или запутанность изображений. Теперь мы немедленно переходим к основным практикам по созданию блич каких-то изображений и одна из таких практик является циркунбендинг который происходит от двух английских слов циркунбендинг то есть схема ее некое сгибание это определенная практика с помощью которой художник или техник в ручном режиме просто перенастраивает или перепаивает схем электронных аналоговых устройств таких самых элементарных как игровые приставки небольшие синтезаторы гитарные эффекты для создания звуковых и визуальных потоков здесь важно сказать что при циркунбендинге машина полностью разбирается в ней вносится изменения и добавляются новые компоненты но при всем при этом она остается рабочей то есть она функционирует по-прежнему продолжает извлекаться можно извлекать звуки и видеть какие-то изображения но с помощью определенных клавиш когда мы замыкаем эту перепаянную систему вдруг изображение начинает как бы разрушаться практика циркунбендинг развивается с 60-х годов 20-го века в среде саундарта при попытке найти новое звучание звуки используются и давно уже стандартизированы в современной музыкальной культуре в то время как например в визуальном поле мы феномен наблюдаем последние не так уж много условно говоря 20-15 лет впервые практика циркунбендинга была применена нью-йоркским художником Джеффом Доналдсом в 2001 году его работа называлась Note Endo и он взломал 8-битную приставку нинтендо и здесь как бы очень важно отметить что нинтендо вообще изначально такая очень глючная приставка склонная к перезагрузке самостоятельной не спрашивая вас хотите вы этого или нет вот поэтому с ней то есть это абсолютно открытая система но Питер Краб например в своей книге в одной из глав его книги шумовые каналы он говорит о том что этот феномен ошибочность игровых приставок это некая необходимая функция для приставки то есть с помощью он объясняет тем что если бы машина являлась закрытой мы бы не могли с ней играть потому что у нас бы не было возможности выстраивать пространство игры со стороны пользователя ну конечно хочется сказать немножко о Энни Скотти или Бэфликс это мультимедийный художник из Великобритании который к сожалению не мог вам покрыть много его работ потому что к сожалению он закрыл свой сайт но он работает такой в эстетике он большой поклонник оптического искусства и минимализма и он работает с такими простыми цветовыми элементами своих работ в основном используют циркунбейдинг потому что имя циркунбейдинг дает возможность создавать некие такие минималистичные я бы сказала даже работы потому что там как-то как правило чаще всего все-таки происходит искажение и разрушение изображения на какие-то большие цветовые поля есть радостное сообщение что не только западноевропейские художники занимаются данной практикой но и в России это направление развивается и вот например работа последняя Димы Морозова использует циркунбейдинг то есть на самом деле если мы начнем сравнивать эти работы мы поймем что в них есть нечто общее в этих искажениях что все-таки что-то прослуживается такое общее потому что конечно люди которые работают с практикой циркунбейдинга они конечно восхищаются несовершенством цифрового кода то есть то есть это как ошибка когда айпод подходит к кассете а он ему говорит я твой отец он кричит нет вот ну у Димы такая работа которая называется воздух то есть это как он это объясняет у него в небольшом боксе да стоит газоанализаторы и маленький компьютер и тут же микропринтер и посредством перемещения по городу в зависимости от загрязнения воздуха происходит генерация видео собственно за счет сломанной веб-камеры посредством циркунбейдинга то есть перепаиванием каких-то там механизмов и принтер выдает вот такие вот картинки вот ну этой же практикой собственно занимаюсь и я вот у меня есть серия работ под названием артификейшн могу вам показать небольшое видео композиции созданы из помех и собраны таким образом чтобы обнажить изящество самой цифровой эстетики ее хрупкость пластичность и живописность а неологизм так куда нажать да вот можно посмотреть то есть при том что это ошибка мы можем говорить о том что в принципе это не теряет какой-то живописной структуры то есть это некая живая фактура то есть это не теряет машинка которые которыми которые используются мы видим что машина за счет ошибок может выдавать даже какие-то такие орнаменты почти какие-то немножко таки оля древнерусские или какие-то такие плавающие фактуры которые все время изменяются очень важно что при работе с видео на циркум циркумбинговых машинах там сегодня конечно происходит это вот элемент движения то есть процесс не прекращается он как бы все время машина находится в движении любая любая . она живая то есть она все время как бы шевелится и вы из-за этого конечно очень интересно наблюдать другая практика влечь практика является называемый дата бендинг это очень распространенная практика сегодня потому что связано в первую очередь с тем что это искривление уже не какой-то там схемы механической а это просто работа с цифровыми данными и что как бы упрощает действие художника и работаю в данной практике конечно художника может стать каждой как мы уже об этом кто-то как говорил с помощью использования дата бендинг художники изменяют картинки но не только они создают просто целые веб-сайты и их основные главные задачи является то чтобы показать некий и подорвать некий привычный ход согласованности безупречности сигнала например вот такие вот работы дэвида азандера из бельгии демонстрируют характерные искажения которые можно производить на с цифровыми изображениями например всем известный глич браузер который создал вроде бы флекс и дмитрий лима к сожалению уже не функционирует ну то есть это был сайт куда мы могли загрузить любую фотографию которая была который вам возвращалась таком в замеченном состоянии и такие дни раз на самом деле в сети очень много вот например новый глик генератор вот так он выглядит вот и если туда и условно говоря поставить вот там вверху мы видим до любую фотографию то изменяя определенные параметры мы собственно заключим эту фотографию можем как бы с ней работать как с художественным объектом еще например такой художник довольно интересный мэтью сент-пири канадский художник из мандриана который фокусируется на визуальных артефактах созданных в различных компьютерных программах он создает свою работу с поврежденных файлах тем самым демонстрируя хрупкость и неустойчивых и устойчивость визуальных данных а с помощью искажения изображения пытается вызвать в зрителя ассоциативные и связанные с реальным жизненным опытом например данной работе в одной статье было такое примечание что эта работа очень похожа на какие-то там стекание краски какой-то жидкости иногда даже там люди писали о том что это очень близко каким-то срезом камней драгоценных там полу драгоценных вот но в данной практике работают не только западные европейские художники как я уже говорила но и наши соотечественники вот например елена роменкова санкт-петербурга давно практикует практику дата бендинга вот и основные задачи искажают свои же художественные работы то есть фото и просто даже живописные полотна то есть она их сканирует и изменяет их очень интересная работа на мой взгляд кажется вот работа 2006 года джорджа кастро который называется свидетель давайте мы его посмотрим да где художник с помощью горизонтальных или визуальных горизонтальных и вертикальных искажений в виде протяженных линий создает некий некую ситуацию конкретный определенный месседж да вот мы видим мужчину который нуждается в деньгах и только единственный человек проходя на него остановился и подал ему какую-то монетку а все остальные люди как бы проходит мимо соответственно мы можем говорить что в принципе посыл довольно у художника простой да то есть он говорит нам о том дает негативную оценку да вот все все искаженные вот эти все люди да которые проходят мимо это некая негативная оценка этих людей которые просто прошли мимо когда человек нуждался условно говоря такая закольцованные видит если он будет все время возвращаться к той женщине которая к нему подходит другим другой известный тоже очень практика является дата машин это происходит от двух слов соответственно данные да и ваш это толкание какое-то сленговое слово это на их рок-концертах там где люди играют тяжелую музыку там ребята с закатанными штанами друг друга толкают прыгают друг на друга да вот это называется ту нож это такое некое толкание прыганье вот здесь практика предназначена только для видео и связано на вот с чем любое цифровое сжатие видео или компрессия работают посредством записи первого кадра который известен как ключевой и это этот ключевой кадр записывается как полное изображение а все остальные последующие кадры записываются как изменение этого ключевого кадра это естественно происходит для того чтобы видео в сжатом состоянии весело намного меньше чтобы нам было просто легче вот и если например заменить условно говоря первый кадр уже скомпрессированное видео другой картинкой или просто изъять ключевой кадр то произойдут изменения во всех остальных кадрах и это будет как бы выглядеть вы перейти как какие-то неожиданные формы и цвета к сожалению менее удалось поставить сюда гифку но вообще есть целые целые там на фликере там целая целая страница посвящена дата машингу там постоянно ежедневно люди подгружают новые какие-то свои работы вот новая практика которая узнала буквально там несколько недель назад называется z fighting и это это вот то о чем я говорила в начале технологии появляются тем больше тем больше мы наблюдаем проявление каких-то ошибочных ошибочное проявление данной новой технологии то есть это некая некая практика явление в 3d визуализация когда например одинаковые набор изображения имеют одинаковые значения в буфере для хранения трехмерных изображений в это выглядит как-то вот так вот приблизительно для более последовательного понимания вопроса мне все-таки хотелось вернуться чуть-чуть назад в 20 век и сказать о том что такой математика-теоретик как лучшим впервые в сорок восьмом году доказал что передача информации по каналу связи невозможно без шума внутри канала то есть выше является первым человеком кто опроверг на в передаче чистого сигнала два вида шума внешний шум которым подвергается канал связи и шум который написывает как энтропию то есть несказуемую часть сигнала которая кодируется внутри самого сообщения коммуникационная модель шина сосредоточена не на качестве а на количестве передаваемой информации сегодня как я уже говорила развитие технологий и всевозможные варианты сжатия информации по-прежнему сосредоточены на количестве передаваемой информации они не ее качестве вот цитата из сезон бау потому что конечно все теоретские которые пытаются осмыслить феномен ошибки они конечно постоянно возвращаются к теории Шеннона вот она вот такая цитата у нее есть еще такая метафорическая цитата в ее статье где она говорит что если машина очень быстро проедет там условно говоря по какому-то бездорожью так или иначе пульс она поднимется то есть чем выше скорость информации чем тем больше ошибок там тем больше пулы условно говоря в дальнейшее осмысление коммуникационной модели привела льва мановича к обновленной системе где программное обеспечение адресата и адресанта занимает место кодера и декодера и изменяет сообщение намного сильнее чем шум самом канале связи прорыв мановича заключается в том что он наделяет программное обеспечение творческим потенциалом где код и канал осуществляют активную визуальную и устную коммуникацию таким образом технологии в такой модели играет активную роль и это мы уже с вами посмотрели там на примере глич браузера и работу джоди это 404 так как там на показ выставлен сам процесс машина которая спровоцирована ошибкой и это собственно и является творческой силой работы то есть информация фильтруется через программное обеспечение визуализируется на экране видимо только сплошь одни ошибки чем больше мы будем кликать условно говоря там по экрану тем больше ошибок он будет производить процессе прохождения информации через программу обеспечения собственно создается ошибка говорит манович таким образом программа обеспечения работа над информацию которую сдает художник или пользователь и собственно сам и реализует искусство ошибки и в этом собственно и заложена суть до самого в обличном направлении чтобы были развернуто рассмотреть статику ошибки и философию необходимо обратиться к двум статьям тима маркера это эстетика ошибки медийное искусство машины непредвиденности ошибкой события которые рассматривают эстетику ошибки через два понятия виртуальности события отталкиваясь от характерной методикой черты машины который является процесс до чем уже говорили чуть выше баркер обращается к понятию виртуального железа который который делез понимает настолько же реальным как и актуально и говорит о том что виртуальность как режим действительности может производить непредвиденные случайности основываясь на утверждение делеза баркер заявляет что для того чтобы непредвиденные случайности вообще произошли машине просто необходимо войти в это поле потенциальности а это значит что нужно сфокусироваться на самом процессе на самом работе до этой машины а баркер говорит о том что ошибка является потенциальным событием которое может быть реализована в любой момент так как машина постоянно проходит поле потенциальности это же собственно и подтверждается теле решение вков которые без шума не может происходить передача информации теории мановича где программа может изменить сообщение может до приносить некие ошибки вообще прохождение через канал связи есть то место где информация входит в поле потенциальности внутри которого существует не только виртуальная но и реальная ошибка которая просто ожидает своей реализации за счет сбоя системы исследователи внутри системы любой технологии заложены потенциальные ошибки или цифровые столкновения которые могут быть актуализированы посредством взаимодействия человека и машины и исходя из этой информации баркер делает выводы что сам факт существования ошибки ошибочности вообще во многом связан с процессом взаимодействия машины и человека что вполне вписывается в парадийную закона дюшана разработанную дэвидом хопкинсом и описанным в книге после современного искусства по которому произведение искусства ожидает своей актуализации через взаимодействия со зрителем исходя из того что возможность ошибки является вероятностью создания нового можно утверждать что ошибка сама по себе является творческой единицей а роль художника при таких обстоятельств сводится к обеспечению условий для появления ошибки и следовательно новое значение поэтому для полного для полного понимания эстетики цифрового искусства необходимо принимать во внимание скрытые невидимые пользователю зрителю слои программного обеспечения которые как заявляет манович также являются относительной информации например я становлюсь вот на это немножко художники дает получаю тости пау это очень особенное понимание вообще концепции гличи потому что он то воспринимает как концепцию который приносит определенные вопросы о восприятии с целью сосредоточения а большинство его работ являются исследовательскими и поэтическими художника сопровождается трансаментальным видением реальности и он воспринимает шум через буддийскую концепцию пустоты это творческая пустоты с которой собственно все и возникает это отчетливо вот видно в его работе как называется пустые папки 2003 года где художник через свою веб-страницу у него есть свой сайт предлагает пустителю сгрузить пустые папки на которых указанных наполнение в размере там 450 килобит которые действительно которых действительности не существует а есть только пустота такое забавное то есть вы открываете все папки там все равно ничего нет закрываете я проделывал это много раз как же так и медитативная практика исходя из того что глич или ошибка всегда работает с нехваткой соответственно как по этой работе мы видим даст нехватка и пустоту и значения в поле эстетики ошибки важную роль начинает играть сам зритель который также включен в процесс генерации иных значений и смыслов это создает ситуации в которых происходящему начинают подключаться различные контексты и значения технологические культурные эстетические политические идеологические художники и теоретики сумели использовать феномен ошибки для создания произведений в цифровом и аналоговых пространствах в основном формообразующим материалом становится ошибка сбой неисправность случайность глюк спасибо за внимание если есть вопросы я обязательно отвечу конечно можно да давай конечно расскажи пожалуйста про то поле смыслов которые может рождать ошибка собственно в самом начале как бы все зависит на сегодняшний день находимся в таком пространстве свобода когда все зависит того кому попадает то или иная технология то есть зависит от того человека кому попадает в руки глич если человек не способен произвести смысл через свою работу то это как бы его проблемы конечно мы не можем говорить о том что у ничего нет отрицательной стороны конечно это очень распространенная практика и конечно она скатывается довольно часто в дизайн что не скатывается в дизайн мандрян тоже дизайн знаешь поэтому любое авангардное искусство у него есть такая оборотная сторона медали что конечно многие люди могут использовать это в качестве данных декоративных и эстетических своих вкусов но тем не менее все таки мы видим что есть художники как для которых важно как это критическая составляющая в первую очередь то есть это художники которые отказываются подчиняться жестким жесткой структуре жесткой структуре они хотят вписываться в жесткие рамки они специально сталкивают там условно город это бандинге они специально сталкивают какие-то специально открывают знаю при том что невозможно в текста в редакторе открыть фотографии они намерены лезут да и открывают ее там то есть они не хотят подчиняться какой-то установки производителя что типа а вот у нас открывать фотографии в нашем редакторе нельзя они говорят нет а мы будем мы не хотим им подчиняться да то есть это вот такая как бы система немножко такая даже в этом месте и социальный какой-то потекст и политический конечно же да потому что мы понимаем что любая жесткая структура рано или поздно дает сбой то есть невозможно все время держать технологию жестких рамках рано или поздно только а потом не сталкиваемся сегодня с проблем с проблемами когда технологии очень быстро устаревает вот и конечно новые технологии построен таким образом как бы уже изначально там заложено что она должна довольно быстро устареть да и из-за этого происходит как будто это бесконечное и мы помним прекрасно конечно все войну писи и мэг да когда невозможно было то есть если у тебя на маке не стоял ворд то отослав свое письмо писишному другу он мог получить просто как азабры понимаешь там было бы стан совершенно такое пустое да это продолжалось довольно долго потом как-то они взялись за голову решили все-таки создать какую-то более комфортную среду обитания для своих пользователей вот мне кажется что очень мощный мощный потенциал и не связан и это направление не уйдет на задний план именно по той причине что технология будет развиваться все больше и больше и они будут бесконечно глючить и будет обязательно находиться конечно художники которые это будут использовать в целях своего художественного высказывания да то есть очень многие художника это то что глич помогает им усилить на какую-то или эмоциональную какую-то составляющую их работ с посредством искажения да или наоборот им нравится разрушать какие-то жесткие структуры да вот мы смотрим там дома карбера да который фотографирует жесткие структуры там мосты какие-то металлические конструкции потом с помощью датабилдинга просто преобразовывают их в такие какие-то полукообразные можно даже сказать какие-то такие мягкие линии то есть в этом его какая-то критическая точка понимаешь не знаю вот как то так какой-то просим конце задача у нас будет возможность это заполучить где это можно будет я думаю что лиц и выложить куда-нибудь на youtube или что еще вас так много это меня так радует глич форево все даша видишь спасибо большое что вы пришли мне было очень приятно вам читать свою лекцию спасибо давайте ну я нет я же сказала что конечно все зависит от того да кому попадает талии на технологии сло ну мое отношение как художника ну конечно я никогда не буду использовать глич приложение для того чтобы стать какую-то работу да все таки я а для например там моей маленькой сестры ну это отличное развлечение да то есть я к этому как и так отношусь вот потому что мы мы не можем этот процесс остановить естественно ну конечно углич направление все таки я вижу конечно что это некий некий такой новый формат поп-арта да только в правом его изводе да то есть когда берутся уже какие-то созданные да там иконы каких-то там не знаю там очень много в сети например там если вы подпишетесь да на какие-то дата бендинг какие-то группы вы увидите что самое распространенное фото для искажения это конечно человеческие лица особенно публичных людей но просто людям нет силы как хочется изуродовать ну просто нет сил понимать смертную эту красоту да то есть там условно говоря я случайно в сети там обнаружила совершенно фантастическое могу даже показать волшебные люди которые развешивают плакаты повесили там афишу кобзона на какую-то волнистую стену понимаете да и прям реально вот так вот прям прилепили как и как есть стена это конечно вызывает во мне восхищение этими людьми понимаешь какая отвага вот да вот поэтому не знаю мне кажется что я говорю что очень зависит от того кому в руки попадает то ли иная практика принятие условно говоря мы не будем называть этих именами мы знаем людей которые очень хорошо владеют ремеслом живописным да у них есть целые галереи огромные в центре москвы вот и они считают что все что делают люди не так вот как вот они делают ремеслом это вообще все не искусство а мусор вот мы собственно можем сказать то же самое по отношению к их волшебной живописи вот тем не менее все это кстати было очень хорошо видно это становление художника да когда он понимает что необходимо то есть если он понимает что он хочет остаться в истории искусства необходимо выработать свой новый язык да никогда не встречавшийся ранее . было видно на выставке питом андриана да там просто прям отчетливо прослежно как чек мучился пока не дошел до того до чего он дошел потому что все что пока ты дойдешь до его классических дом андриановский работ на тебя это принципе тоже какое-то мучение потому что ну дано понятно что человек может и по интеллизме работать конечно и в кубизме молодец но это вам не горячо не холодно да то есть ну как бы это не поражает воображение вот когда вы заходите в последний отсек да видите его эти работа классические мандриановский конечно впечатляет особенно если ты знаешь да какую он базу закладывал под это ну то есть мне кажется что все зависит от человека да кто с этим работает в первую очередь как человек насколько у него внутри критическая составляющая развита вот насколько умеет создать концепцию да из того что он делает потому что конечно после появления концептуализма которое нам всем очень помогло своим появлением да мы все теперь немножко концептуалисты потому что каждый художник в первую очередь конечно разрабатывать некую концепцию и отталкиваясь от концепции состоит произведение искусства вот поэтому вот как-то так я отвечаю на ваш вопрос да да у меня на вимео есть на вимео можно а да на вимео на ютюбе есть какие-то работы да ну вот у меня я создала 24 работы под названием артификейшн это такой специально выбрали потому что я делала как бы их на музыку да на сандарт и мне было очень важно все таки музыкальная составляющая в первую очередь я очень долго прослушивала те или иные треки прежде чем понять что как бы что из того что я уже насобирала из своей машинки я могу использовать чтобы вот это биение какое-то оно визуальное не противоречило и не мешало до звуковым структурам то есть это было очень важно так и кропотливая была работа вот и мы назвали это артификейшн именно отталкиваясь от этого неологизма потому что как бы его основная задача этого неологизма сказать о том что мы называем искусством как бы то что как бы обыскуствливаем да то что не является искусством мы сами называем это искусством вот поэтому артификейшн то есть как бы обыскуствливание да этих работ вот и мне конечно я больше люблю занимаюсь очень редко вот мне все-таки больше нравится церковь бендинг именно за счет его минималистичности потому что это такой поклонник мне нравится что там можно работать с цветами структуры до гораздо крупнее то есть любая фотография к сожалению она это об этом разуме очень много говорила мне даже есть книга это статья такая большая да где она рассказывает о том собственно как с помощью фотошопа можно исходить фотографию да если мы работаем с эффектами в их полярных до каких-то максимально радикальных позициях то есть выводя все или на 0 или на полный плюс да то есть не как это делают люди там дизайнеры которые убирают или увеличивают губы и попы да там известным людям а люди просто работают загружают некое изображение фотошопа и и радикальные вы уничтожают то есть я уже говорила об этом что в таких работах на первый план выходит именно сам факт разрушения то есть как как смысловая составляющая важно именно этот сам факт разрушения что ты разрушаешь вот этот как некое из изображение некое некий какой-то мы сочетаем разрушаешь но тем самым создаешь новый другой то есть так то что собственно делали все живописные из этого века они искажали исказили вообще все что можно только было исказить даст и не просто потому что они баловались а потому что они хотели создать некое некие новые смыслы да мы не можем сказать что да мастер тишоком пикассо это прекрасно никогда мы этого не скажем максимум можем очень сильно посмеяться потому что действительно очень смешно вот и тем самым сумею и застолбить за собой в искусстве некое некое новое понимание и воспроизведение смыслов да это себе в душе это собственно тоже присутствует конечно люди которые просто балуются какие-то постят свои там картинки искаженные это все прекрасно но как мы есть и художники для которых это не просто баловство да они видят в этом очень мощную мощный смысл понимаете так у нас нет таких институций но художники собственно здесь художники выступают собственно основными и они кураторами сами себе устраивают выставки они сами организовывают всевозможные слоты и биеннале вот сейчас появилась новая биеннале трансляция забылка мне почти год шло в латинской америке в бразилии то есть есть ежегодный фестиваль глич который так называются он происходит чикаго в амстердаме то есть в принципе художников занимающихся неправильно довольно много сейчас например много какой-то вот роза мантинде последнюю выставку в италии по которой посвящена тач-глич то есть они разрабатывают новое то стать глич это когда ты нажимаешь на экран и любая фотография начать пиксель начать искажается вот такая интерактивная до получается история например на этой выставке работают такие панели в которой можно ходить вот и чем дольше там ты по ним ходишь тем не искажаются заданные какие-то изображения собственно они сами себе придумывают институции они сами осмысляют пытаются найти какую-то базу собственно как раз мы ради об этом написала не только он об этом писал именно что все искусство 20 века так или иначе создала глич артистам глич художникам платформу от которой не могут отталкиваться да то есть какие-то точки в истории искусства которые помогают им помогают им потому что производить какие-то смыслы производить какие-то параллели вот и единственным исключением здесь является то что все что произву все что делается в глич искусстве это все-таки производит машина то есть задача художника создать определенные условия но не является в полной мере автором то есть это делает машина это совсем другой как бы вообще подход к созданию произведения искусства ты не являешься неким таким то есть это жесткая структура которая задает что вот условно говоря машина должна работать так так и и так и не в концу так как в компьютерном любом искусстве алгоритмическом искусстве или генеративном искусстве да то есть это все направления в цифровом это направление новых медиа где а компьютер или какая-то машина очень жестко следует заданным алгоритмом и здесь ребята только совсем от обратного они не хотят порабощать машину они хотят дать ей пространство дать ей пространство на то что высказывание да как она может с нами общаться да она реально с нами общается все-таки это вот пробивание пробивание какое-то искажение получается что шульгин говорил о том что глич это как бы классический язык медиа да то есть это это язык вот этот глич это и есть язык самого компьютера то есть это некий текст в какой-то момент происходит когда . напряжение глючит и вам это демонстрирует если вы успели это поймать то хорошо не успели ну как бы так случилось она уже уплыла взаимодействие это искусство работает в пространстве взаимодействия машины и художника то есть если футуризме все-таки художники в историческом футуризме да все-таки художники машины порабощали то сегодня уже этого не происходит то есть уходят лелеет все-таки как-то что-то настраивает кнопку и ждут когда машина да выдаст что-то свое да какое-то свое высказывание это очень важно в этом направлении я считаю одна такая одна из важнейших момент потому что все таки мы живем в состоянии смерти автора вот поэтому мне кажется это очень актуально да конечно конечно они против этого и борются я говорила об этом на чем что они как раз борется борется с и с корпорациями в какой-то степени до которой установил какие-то очень жесткие жесткие системы работы с программами да там с компьютерами их это не устраивает они хотят ну то есть это люди питер крапа целая глава посвящена для художники это хакеры нет ну конечно в какой-то степени они хакеры потому что во-первых с ним очень тяжело связаться с этими людьми это раз пыталась там выяснить каким образом то ли то ли иные произведения была создана и мало кто хочет раскрывать каких-то секретов да только как это создан и потому что и вообще они очень редко своими именами называются это как правки это псевдонимы вот то что конечно они в определенной степени являются конечно хакерами ломают систему вот но с другой стороны в этом есть и какая-то позитивная сторона потому что они нам позволяет увидеть эти художники как бы некий некое другое искусство цифровое да то есть есть компьютерное искусство прекрасное красивое где все летает так как надо ничего никуда не выбегает куда не нужно да здесь художники как раз показывать другую сторону работы с компьютером то есть не по правилам от обратного они действуют то есть конечно это альтернатива в любом случае вот поэтому мне кажется что это довольно большое будущее убить сцены потому что все равно технологии развиваются и они все равно будут глючить и все равно будут люди которые будто влезать и использовать их не корректно и тем самым создавать какие-то новые смыслы не те которые заложены изначально то есть это очень важно понимать что они как бы ломают некий изначальный смысл вот эта игра такая с изображением когда условно говоря там вы берете какую-то фотографию историческую и из-за того что она отсканирована до в цифровой это превратилась там набор пикселей вы можете снизить все что угодно вы можете как шашки просто перестали до работы вермира сделать другому свою работу до цифровую для них это тоже очень важным аспектом является они пытаются продемонстрировать все таки что они живут в каком-то цифровом пространстве да они с не всегда с ним согласно не всегда согласны жесткими структурами с этим борются но тем не менее они все равно дают возможность машине как никто другой работать самостоятельно чуть-чуть ее контролирую совсем немного то есть создавая какие-то определенные условия при которых она может это сделать с нами поговорить не знаю понятно нет отлично спасибо друзья спасибо 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 спасибо